За что звезда сериала «Друзья» Мэтью Перри избивал премьера Канады Джастина Трюдо? Что было бы, если бы интервью BBC давал Дарт Вейдер? И как Дню Святого Патрика позеленел мир? Смотрите в международном обзоре. В День Святого Патрика памятники мировой архитектуры приобрели зеленый цвет. В Бразилии, в Рио-де-Жанейро, позеленела даже знаменитая статуя Иисуса Христа. Преобразились и главные улицы Парижа. Сменил цвет собор Сакрекер, или же церковь Святого Сердца Христового. Ну а в Вашингтоне подкрасили воду фонтана на лужайке перед Белым домом. Эту традицию основала тогда еще первая леди США Мишель Обама. Больше всего, конечно, празднуют в Ирландии. Там Святого Патрика считают покровителем страны. Интернет заполонили пародии на интервью политолога Роберта Келли BBC, когда в комнату к эксперту ворвались дети. В сети предлагают самые разнообразные варианты. Например, если бы женщина давала интервью, то брала бы детей на руки, готовила ужин или гладила рубашки мужу. Есть и вариант интервью BBC Дарта Вейдера. Тогда в комнату ворвался бы робот R2-D2. А вот еще один комичный вариант, когда во время интервью эксперта грабят злоумышленники, выносят оргтехнику, пока эксперт умничает. Звезда сериала «Друзья» актер Мэтью Перри избивал премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Артист в этом сознался во время прямого эфира популярного ток-шоу. Оказалось, оба учились в одной школе. В то время отец Трюдо был премьером Канады, а мать Перри работала его пресс-секретарем. Актер сознался, поколачивал сверстника из зависти. А еще шутят, мол, Трюдо был единственным парнем в школе, которого он мог побить. На Перу обрушились оползни. Во время спасательной операции в окрестностях Лимы журналисты сняли спасение женщины. Ее чудом не задавило грязью и обломками, когда потоки сносили все на своем пути. Женщина выжила только потому, что ухватилась за доску. А это кадры спасения водителя грузовика. Пока его машину несли тонны мусора, мужчина выскочил из кабины и выбрался на берег. В Австралии у пассажирского самолета во время полета отвалился винт. СААП-340Б выполнял региональный рейс. На борту находились 22 человека. Известна, деталь отпала на высоте 1800 метров. Экипажу удалось посадить машину и без одного винта. Никто не пострадал. В Управлении безопасности полета в Австралии заявили, с такой проблемой еще не сталкивались. Сейчас выясняют причину поломки. Инвесторы из Катара стали крупнейшими собственниками недвижимости в Лондоне. Обогнали по этому показателю саму королеву Англии. Для сравнения, сейчас у шейхов почти 2 миллиона квадратных метров недвижимости в британской столице. У Елизаветы II вдвое меньше. Только за прошлый год общая инвестиция Катара в недвижимость в Великобритании составили 34 миллиарда евро. В Израиле спустили на воду точную копию корабля, на котором ходили по морю 2500 лет назад. Воссоздать реплику получилось благодаря сенсационной находке археологов. Они отыскали обломки оригинального корабля. Конструкция неплохо сохранилась до наших дней, потому что пролежала в муле. По древней традиции, перед тем, как спустить судно на воду, море орошали вином и маслом. Строительство корабля обошлось в полмиллиона долларов.